Всем привет, друзья! Вы на канале CryptoCommons. Биткоин у нас пробивается с вами наверх на младших таймфреймах. Несмотря на то, что выходные, все равно мы видим движение. Сигнал по TRDR отработал, как мы видим. Позавчера он появился, закрепился. Вот эта вот плита по 21400 удержала цену. И, как мы видим, цена развернулась и собирается идти наверх. Но давайте пока не будем раньше времени радоваться. Вот у нас тут есть некое такое нисходящее сопротивление локальное по биткоину на 4-х часовике в районе 22800 примерно, если прямо сейчас мы там окажемся. И, соответственно, 22700, если чуть позже. Давайте посмотрим, как поведет себя сейчас биток. Все-таки выходные. Может быть, мы забьемся еще в боковик. Или вообще сейчас задампимся. Поэтому рано радоваться не стоит. Тем не менее, локальное сопротивление мы пробиваем. Похоже, что. И кроме TRDR, кстати, ссылка на который в описании есть. И как настроить TRDR, тоже вы там найдете видео. А также еще есть замечательный сервис Candle Wave от наших друзей с канала BlaBlaCrypto. Ребята, кстати, которые помогают нам с переводами зарубежных видосов. 15% скидка по нашей ссылке. И сейчас выходит большое обновление по этой платформе. Кто уже там, вы знаете, наверное. Короче, обязательно тоже добавляйте себе Candle Wave. Собственно, смотрите, Candle Wave отсигналил на 4-х часовике также покупку, когда мы пробили вот это локальное сопротивление. То есть тут тоже ничего, пока не надо раньше времени радоваться, потому что это может быть как вот здесь, покупка и продажа сразу, да, и мы пойдем вниз. Но, тем не менее, это уже что-то, какой-то сигнал. Вон, видите, пошла локальная коррекция. Небольшой вот этот мини-памп сейчас сдуваем. Но это все ерунда, на самом деле, в долгу, если вы посмотрите. Это все ерунда. По Candle Wave что еще хочется сказать? Тут есть индикатор тренда. Это вот эти вот зеленые и красные штуки. И сейчас, кстати, у нас по 4-х часовику красный тренд. Но он работает не всегда идеально. И есть еще вот этот бот, который говорит, когда покупать, продавать. Плюс тут есть еще блоки ордеров. Свечи Хакенаши можно настроить. И также блоки ордеров на графике. Вот у нас ордербук с Binance, например. И вот мы видим все заявки. Можно их отфильтровать как более крупные, например. Вот уже мы видим какие-то блоки. Какие-то блоки крупных заявок мы начинаем видеть. И, собственно, да, вот у нас, если что, плита 21400 все еще стоит. А сверху крупная плита это 22923. Первая крупная плита. Так, ну это ладно, ребят. Я продолжаю держать свой лонг. Вчера я в стриме говорил. Я закрыл временно все позиции по альткоинам, потому что они были в хорошем плюсе. И лонганул вот этот ложный пробой по биткоину, о котором я говорил. Смотрите, мы отбились точно от трендовой. Я сейчас стою только по биткоину на битгете. Где у нас, напоминаю, что сейчас прямо идет турнир. Еще 12 дней. Вы можете по ссылочке из описания также к нам добавиться. Вот она, ссылка, битгет турнир. Торгуем, как обычно, всеми фьючерсными парами и делим вот эти вот призы между пятью победителями. Поэтому я здесь пока стою по битку. План какой, что я вот здесь рисовал вчера, разгрузиться на ближайшем движении сейчас наверх и перейти, ну как, частично разгрузиться и перейти обратно в альты на этой коррекции и полететь дальше уже частично на альтах. То есть сейчас я просто перестраховался, потому что у меня была большая позиция по биткоину. 10 биткоинов лонг у меня открыт на битгете. На байбите у меня открыт лонг на почти 5 биткоинов еще. То есть на 15 биткоинов в сумме сейчас лонгов только на биткоин. И тут еще на байбите на альткоинах кучу всего тут. Вот на 26 эфиров лонг 40 тысяч контрактов. Свежий открытый. 500 эфир классик, 300 дэш, только дот, ну и так далее. Короче, я заново все это открываю, перезахожу. Вот по аудио вообще классно зашел на самом деле в моменте вот этого уровня 0.5 фибы, которую мы с вами обсуждали. Короче, я думаю, что будет сейчас продолжение роста, что это все ложник. Но тем не менее, если что, то просто будем выходить и перезаходить ниже, как обычно. Самое важное, ребята, это забирать прибыль, потому что реализованная прибыль, вот она только настоящая прибыль, а нереализованная прибыль, это все мы видим просто циферки на экране. Тем не менее, по индексу альтсезона, что мы видим, что не стоит сейчас покупать вот эти монеты, типа Аптос, РПЛ, ГРТ, на мой взгляд, опять же. Они, конечно, могут еще подрасти, но они уже дали очень хорошие иксы. О чем мы, кстати, писали у нас в Телеграме, обязательно проверьте подписку. А вот всякие доты, те же самые тезосы, классики, посмотрите, ЕГЛД, Лунце, вообще в минус все. XLM, Doge, Flow пошли, но там разлоки сильные, опять же, надо понимать. Но, тем не менее, за эти 90 дней мы видим, что биткоин набрал 27%, и многие альткоины также в зеленой зоне. Полноценным альтсезоном, конечно, это назвать пока еще нельзя, но это значит, что еще не поздно запрыгивать во многие монеты, пока они не дали вот эти мультииксы. Но HBAR уже, кстати, 87%, ребят, тут уже надо аккуратней. Ладно, посмотрим. По приборной панели Бенджамина Коуна мы все еще в супер-мега скидках, как вы можете сами видеть. Риск очень низкий, то есть заходи не хочу, в краткосроке называется. Так, смотрим биткоин дневку. Немного теханализа от гриня. Биткоин дневка мы тестируем прямо сейчас, сетку EMA Ribbon как поддержку потенциально. И это хайка наши красные свечи, а дневные свечи уже вторая зеленая свеча. И суть в том, что сейчас, если вот эта зеленая свеча закрепится над вот этой, вторая дневная, то есть поглотит полностью вот эту свечу и вот эту свечу, то свеча хайка наши тоже станет зеленая, насколько я понимаю. Но не точно. Проверим, кстати. У свечи хайка наши она берет часть информации из предыдущей свечи. Поэтому они реже меняют цвет эти свечи, они держат тренд лучше. Поэтому ждем для закрепления, конечно же, зеленую свечу хайка наши дневную. А на 4-х часовике, что мы видим, что мы уже показываем эти зеленые свечи. И в принципе удерживаем 38-й уровень Fibonacci, ребята. Я только сейчас понял, что сетка должна быть натянута вот отсюда, потому что здесь внизу, здесь были, вот этот импульс был закрыт ниже 0.5, вот эти маленькие импульсы были закрыты ниже 0.5. Начало импульса-то вот на самом деле где. Где мы уже сильно не корректировались. Посмотрите, здесь был флэт. Поэтому мы удержали, как всегда, точно 0.38 Fibonacci, которая являлась предыдущим сопротивлением. На мой взгляд, это очень высокий шанс, что мы прямо отсюда сейчас пойдем наверх. И все, кто ждут цен ниже, как обычно, не дождутся. Хотя, конечно, я говорю как обычно, надо понимать, что последние полтора года им давали. Но вообще, в долгу, если вы посмотрите на биточек, реже. Реже он давал закупаться долго по хорошим ценам, чем рост безоткатно наверх, да, как вы можете видеть. Так что впереди нас ждет супер-мега-балуран. Это априори. Как это будет происходить, увидим. Если вы с этим согласны, ставьте лайк обязательно. Проверьте подписку на наш канал, кто зашел впервые. И все соцсети, телеграммы и прочее. Напоминаю, что сейчас на Bybit идет удачный трейдинг с CryptoCommons. Нажимаете по ссылке из описания и крутите колесо. Удачи, получаете призы в USDT. Вот. И также на BitGet идет турнир, собственно, вот, о котором мы уже с вами поговорили. Тоже вступайте по ссылке из описания. Высокий шанс на победу, поскольку не очень много активно торгующих трейдеров на BitGet. Кстати, тоже поправьте эту ошибку, ребят, для диверсификации. Обязательно зарегайтесь на BitGet. Хорошая биржа. Не требует KOSC, никаких ограничений. Удобно в плане, если нужно быстро вывести там. Потому что Bybit иногда требует там чуть ли не Face ID. Поэтому смотрите. Давайте глянем пару альт-точков. Эфир. Месячные зеленые свечи. Недельные зеленые свечи. Пайка наши. Дневные красные свечи. Но они уже, похоже, что закончились. Опять же, эфир, посмотрите, он вернулся на ретест сетки EMA Ribbon. Четырехчасовик. Эфир тестирует сейчас четырехчасовую сетку в качестве сопротивления. То есть, опять же, если мы сейчас ее не пробьем сразу, возможно, мы здесь какое-то время еще потусуемся. Потусуемся. И есть все еще, ребята, есть риск того, что мы не прямо сейчас пойдем наверх. Есть риск того, что будет еще одна волна коррекции куда-нибудь до следующей FIBA. Вот, опять же, мы тут 0.38 удержали. Куда-нибудь до 0.5 FIBA на 1400 с копейками сходить, ликвиднуть. Или даже на золотой карман на 1300 с чем-то сходить, ликвиднуть всех. Почему бы и нет? Такой вариант возможен. Но также возможен вариант, что его не будет. И мы пойдем сразу наверх, либо через бок. Поэтому все три варианта ведут наверх. Тут, как ни крути, тренд восходящий, как и глобально, так и локально. Поэтому, ребята, другой вопрос, что делает эфир к битку? Не менее важный вопрос, что делает эфир к битку? Давайте посмотрим. А вот эфир к битку, по большому счету, в логарифме, стоит на достаточно таких своих хаях, я бы сказал, да? Да, но при этом находится в супер офигенном вообще макро аптренде. Но тоже тут как посмотреть. Вот так, может быть, этот аптренд на самом деле выглядел. И это все был ложный, долгий, ну, как бы под днищем мы находились. Не знаю, но суть в том, что он реально достаточно высоко. Это, я думаю, видно невооруженным глазом, что тут, в принципе, падать-то тоже есть куда. Но это глобально. А локально эфир к битку стоит во флете. Тупо. Ничего не происходит, посмотрите. Забит он в боковик. И, собственно, как локомотив всего альтсезона, на самом деле. Мы сейчас смотрим именно эфир к битку. Забит он в боковой треугольник. И будет понятнее, когда он, конечно, из него выйдет. Можете сказать, что еще это что-то вот такое здесь, если по вот этим всем вершинам досмотреть. Ну, не знаю. Короче, суть в том, что снижается волатильность на эфире к битку. И, соответственно, на альтах к битку. Но будет движение, очень сильное движение будет в одной из сторон. По-любому. Поэтому напишите в комментариях, в какую вы думаете будет движение по альтам к битку. Будут они сильнее битка или будут слабее. И это независимо от того, куда пойдет рынок к доллару. Мы сейчас говорим только о том, выгоднее накапливать BTC или альты, если говорить о своем криптопортфеле. Ну, а так, да, мы пока видим, что продолжается движение. Стойте по тренду. Держите нос по ветру. Соблюдайте риск менеджмент. Обязательно. Плавно разгружайте свои позиции. Плавно догружайте. Дэш. Нифига себе, вот я залетел, уже еще плюс 2000 долларов. Но он прямо от тренда вы отбиваете. Посмотрите сами на дневки. Но тут как бы все. В бычьем рынке это торговать легко. Торгую не хочу. Вот, пожалуйста. Хоп, 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 хоп. Разгрузились. Докупились. RSI там, я не знаю, 4-х часовой ушел в пол. Докупились. Отскочил, вышли. Все. Вот так вот торгуйте, зарабатывайте, откладывайте на холодный. Берегите себя, своих близких, всем профитролей. А, у Bybit же еще Apex Dex. Не забудьте тоже, ссылка есть в описании. Это абсолютнейшая децентрализованная биржа. Если вы по каким-то причинам не можете торговать на Bybit, то это то же самое. Это от создателей Bybit, только Dex. Тут не надо ничего не регистрировать, ни паспорт, ничего. Просто MetaMask. Любой этот Binance Smart Chain, Polygon. И погнали. Торгуйте с 30-м плечом. Take Profit, Stop Loss. Все работает. Вот я тут по Atom немножечко. Немножечко встал наверх. Ну вот, кстати, Atom сейчас работает с сопротивлением со своим горизонтальным. Да, короче, делают биржу нормальную, допиливают ее сейчас. Поэтому регистрируйтесь. Ссылочка тоже есть в описании. Новый Dex от Bybit, Apex Dex. В общем, все. Всем профитролей. До встречи в телеге и в следующих видосах и стримах. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова